В данный момент продажи этого продукта, порошкового алкоголя, на территории Российской Федерации еще не начались. Но неприятная и тревожная тенденция, что уже в сети интернет появились объявления о том, что реализуется этот продукт и можно его заказать путем интернет-заказа. Поэтому мы сегодня исходили из того, что хоть однажды нам надо сработать на опережение, не дожидаться, когда сухой алкоголь захлестнет наш рынок, а сделать так, чтобы пресечь вот эту вообще возможность еще до того, как это стало реальностью. Чем он опасен? Порошковый алкоголь – это инкапсулированный, то есть высушенный кристаллический продукт в виде порошка, пудры, который очень опасен прежде всего тем, что проконтролировать его обороты распространения, продажу очень тяжело. Он может попасть на стадионы, его легко пронести в кармане, он может попасть в школы, в учебные заведения. И контроль за ним, как вот за привычным нам жидким алкоголем, очень сложно в этом случае осуществлять. Еще он опасен еще и тем, что даже при контакте со слюной он начинается реакция, свойственная потребление алкоголя. И, как показали опыты, которые проведены в Америке, а в Америке этот продукт известен с 70-х годов, 20-го века, у нас американская фирма его запатентовала в начале этого года, право на производство получило патент, что тоже тревожит нас. Там исследования показали, что если не соблюдать пропорции при разведении этого алкоголя, это может быть очень вредно для здоровья, в том числе и даже смертельно опасно. Конечно же, этот продукт имеет и прикладное значение, прежде всего для каких-то условий Крайнего Севера, для медицинских целей, но, разумеется, его опасность более велика, чем те полезные свойства, которые у него есть. Наша областная дума по инициативе Московского областного молодежного парламента, эта инициатива прозвучала еще у нас в мае 2015 года, по поручению председателя областной думы Игоря Юрьевича Брынцалова, наш комитет оперативно разработал эту законодательную инициативу, в июне месяце она уже была готова, сейчас она прошла все необходимые согласования, и сегодня мы приняли постановление областной думы, по которой мы направляем наш законопроект по ограничению и запрете оборота и производства сухого алкоголя на территории Российской Федерации в Государственную Думу к нашим коллегам федеральным.